Сами как хрюшки. Село замело снегом, а бойлер снова не удел. Сегодня в селе, где находится сельский мини-приют Людмила Чернецкая, настоящий снегопад. Правда, плавно переходит в гололед. Хрюня так аккуратно вступала на снег. Как же это мило, ведь это же первый такой крупный снег в ее жизни. Да, у нас такой впервые. Обычно сразу таял. У нас опять завал. Не может волонтер выехать в город. Наш водитель уже 4 дня не выходит на связь. Обзвонила женщина всех-всех. Никто не хочет. Снег, гололед. Сегодня будут уже пытаться вызвать такси. Какой-то кошмар. Уже сил нет у волонтера-инвалида. Бойлер опять поломался. Они тот раз, видимо, не доделали. 4 дня сидим без горячей воды. Сами уже как хрюни. Это летом можно было искупаться в тазике. Сейчас вода крайне ледяная. Год у нас закончился супер. Если не вызовет такси волонтер, тогда будет весело. Есть гарантия на бойлер. Если поломается то, что они сделали. А в нашем случае они не знают, что там. Все равно опять придется платить за дорогу. Ну и работу. Главное, чтобы нашли, что не работает конкретно. Специалисты, конечно, еще те. У нас, по-моему, сейчас все такие. Нормальные поезжали кто в Россию, кто в Украину. Это да. Но это вообще не дело. Хоть бы полгода проработала. Не знаю, как эту машину купить, но без нее никак. И это уже факт. Мало того, что буду платить пешеные суммы, так еще никто не хочет ехать. Нужна машина. Говорит женщина, осознавая суровую реальность жизни в удалении от города. Альфочка уже на кровати спит. Не боится заходить в комнату, как раньше. И из клетки боялась выйти. Вообще, Альфа радует. Она похорошела и весе набрала. И на видео мы видели ее с молодежью, как она гуляет. Проснулась Хрюша. Вышла, встала из своей лежанки. Нам вот интересно, как она туда прячется. Ее же никто не засыпает. Вот природа научила. Прячется так, что и не видно. Рук-то у нее нет. Это же надо еще и сверху засыпаться. Она туда просто зарывается. Она же вон как умеет мордочкой. Значит, это у них навык такой. Это альфа. Продолжение следует...